Ребят, всем привет! Спасибо за ваши вопросы. В первой части видео у нас набралось 200 лайков и, как обещал, вот видео с перебором монет. В комментариях вы просили разыграть что-то из обиходных монет. Я решил, что я разыграю специальный альбом для обиходных монет 1 гривна с 5 монетами. Спасибо Сергею, автору канала Magic Money и соавтору альбома за создание такого замечательного набора. Условия будет в конце этого видео. А продать редкие монеты Украины, такие как я дальше покажу, можно на аукционе Виолити и реально заработать деньги. Очень советую этот аукцион, он никогда не подводил. Ссылки на аукцион и на YouTube канал смотрите в описании к видео. К сожалению, записываю это видео сам, планировал сделать с гостем, но в гости не получилось, так что пока буду разбор делать самостоятельно. Что можете рассказать про украинскую обиходку? От 95 гривна. 95 гривна, конечно, немножко подтертенькая, убитенькая, но она растет и действительно она редкая, 52 тысячи штук всего. А с узким кантом вообще раритет, можно сказать, который порядка 10 тысяч гривен проход может составлять. Я довольно безэмоционально делаю разбор, стараюсь держаться, хотя когда вот прям живьем мне дали на сдачу, там, в первый раз, не помню, лет 5 назад, гривну 96-го, я так радовался, что ух ты, вот реально можно получить. И вот это самые прикольные эмоции, когда вот так вот нежданно-негаданно тебе дают какую-то конкретную монету. Ну, ты, конечно, стараешься, стараешься смотреть при возможности попросить мелочь на сдачу и так далее, когда видишь, что у кого-то какие-то мелкие деньги, ну, особенно там в транспорте или еще где-то, ты просишь, чтобы тебе дали именно мелочи. Вот, ну, кстати, 60 лет довольно неплохой сохран. И вообще история какая, стопсов человек сказал осознанно, что он собирал только вот эти вот юбилейные монеты и складывал их, все остальные он в обиход пускал, 95-е, еще одна гривна. Блин, класс, у меня, конечно, есть там в запасе какое-то количество, но тут, видите, прямо она из копилки, это вообще кайфово. Когда так получается, о, это 2012 евро, самая свеженькая из того, что здесь есть. Это дядечка, я встретился, пришел к нему, говорю, так и так, я готов приобрести, готов приобрести полностью. Честно скажу, человек не хотел, потому что он у меня поштучно продавал раньше, но тут у него как бы была копилка, которую он не хотел, я так понял, или бить, или просто, ну, мы с ним торговались, поторговались, в принципе, сторговались. Я, с одной стороны, немножко переживал, что, ну, сейчас мы посчитаем, сколько денег все-таки получилось, может, как говорится, отобьются ли эти деньги, которые я заплатил за эту копилку, вот. Вот, но я думаю, да, потому что 2 гривны 95-го уже есть, может быть, что-то еще, может, нет, сейчас посмотрим. Вот, 3000 гривен обошлась мне эта копилка. Ну, конечно, если бы я его не знал, если бы до этого он мне не продавал 95-й год, вряд ли бы я, конечно, приобрел бы такую копилку, связанную это с тем, что, ну, как бы, мало ли как оно будет. Вот, и самое интересное, что он мне показал маршрут, где он ездит очень давно, этим занимается. Вот, я думаю, у кондукторов доступ точно к мелочи безлимитный, да, потому что все платят. И что-то, ну, в районе 10 лет он сказал, что это собиралась коллекция, коллекция, я не знаю, как это назвать, коллекция, копилка. Вот, 10 лет он, говорит, собирал, вот, ну, довольно долго. Я думаю, ну, у меня такого количества монет, собственно, я и не насобирал, и не покупал, наверное, потому что у меня не было доступа к этому, к таким монетным ресурсам, скажем так, именно в плане обиходки. Вот еще одно, что евро меньше всего, может, потому что их не откладывались, и больше военная тематика интересна была, мне сложно сказать. Вот, кстати, очень странно, но гривна 96-го попалась только одна сейчас, вот 95-й уже 3, а 96-го почему-то только одна, не знаю, может, дальше будет, может, нет, но у 95-х уже 3 штуки на вот такую большую копилку. Может быть, он их не откладывал, 96-е, ну, хотя, почему нет, довольно тоже редкая, ну, не довольно редкая, точно редкая монета, я бы, ну, 100% бы откладывал. Вот, скажем так, если бы она и попадалась, я и так откладывал, но у меня просто не в таких объемах попадались эти монеты. Ребята, на самом деле, прям такое ощущение, я, честно сказать, никогда не держал столько именно юбилейных, то есть у меня какое-то количество там есть, там, ну, может, там 5-10, есть запас гривен таких вот 96-го года, но конкретно, вот прям так, юбилейку жмения, именно юбилейку, вообще такие необычные ощущения, когда ты держишь. Продолжается разбор, скажу так, у нас уже 4 гривны по 4 гривны 95-го года, 96-х добавилось, я переживал, что как так, а почему их нет, ведь 95-й попадается, 96-й нет, ну, видимо, потихоньку, потихоньку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук, уже 8 штук 96-го года, и потихоньку разбирается весь пакет, да, наверное, оба все-таки совместно с кем-то повеселее, по-самому, конечно, не так, но в целом очень круто. Вот 96-й еще, я обязательно пересмотрю на какие-то браки, например, 96-й с гуртом другого года, например, 95-го, или 95-й с гуртом 96-го, такого плана перепутки, я думаю, очень дорого выходит, ну, честно скажу, не встречал, вот так, а, нет, я встречал, я встречал, видел гривну 96-го с гуртом другим, там по стоимости такой монеты где-то порядка 150 долларов за нее просили, довольно интересно, но что-то я, не знаю, не решился или как-то вот, как-то вот, ну, не взял, не взял, не было такой возможности, вот, ну, может попадется, то есть надо верить, как бы, да, искать варианты, подумать, где можно встретить в целом, в целом, то есть можно прикинуть, какое, какая пропорция совпадений, ну, сколько конкретно попадается таких, таких, таких монет, конечно, здесь выборка не совсем из общей массы, так как человек откладывал то, что ему казалось более интересным, перспективным, то есть обычных здесь гривен нет, 2001-го года, да, там, 2-го, 3-го, только юбилейные, но в любом случае все равно можно посмотреть, насколько часто какие-то встречи, ну, какие встречаются монеты в данном, в данном примере, кстати, почему-то очень мало монет евро, у меня есть два ролла, запакованных в запайке в очень хорошем состоянии, это, конечно, состояние не очень, но непонятно, почему так мало, почему так мало, неужели они прям, ну, я их, конечно, из оборота встречал, то есть мне давали из оборота, но почему-то как-то очень, очень вяленько, очень мало здесь их, еще одна 95-го, просто невероятно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть монет 95-го, ну, вот, последние, последние, буквально немножко копилки тут осталось на дне, так, 60 лет с медалями, тоже очень хорошая монетка, мне нравится, есть в прикольном состоянии, блин, если бы я это делал все в белых перчатках, которые у меня есть, штурм, они бы точно стали не белые, потому что нереально, руки пачкаются, и хорошо, что я это сделал не в перчатках, сейчас помою руки, ну, или не помою, пока доразберу монеты, посчитаем их, сколько их тут штук. Кстати, вот такой может быть в момент, что водитель в момент евро, он их не откладывал, а, может быть, кому-то пробовал перепродавать, не знаю, может, друзьям раздавал, потому что событие такое, очень существенное, и в Харькове проходил чемпионат, я тоже побывал на футболе, да, монет евро 11 штук, меньше, чем гривна 96-го, то есть, если сделать анализ по конкретной данной выборке, да, то получается евро гораздо ценнее, то есть, на первом месте идет 95-й год, да, потом евро, у нас такие монеты 2012-го года, посвященные футбольному событию, и потом 96-й, а дальше сейчас вот я поймем. Итак, друзья, давайте подводить итоги по разложенным кучкам. Гривна с солдатами 2005-го года, получилось 193 штучки, гривна 65 лет победы, у нас получилось 158 штук. К состоянию, конечно, нужно перебирать, смотреть, у кого какое, ну, однозначно, что-то нужно будет помыть. 82 штучки, это у нас медали, довольно красивая, интересная монета, мне она очень нравится, 82 монетки. Дальше переходим к самым таким, довольно, я бы сказал, малотиражным, по крайней мере, вот гривна 96-го, 15 штук удалось найти. Евро, почему-то очень мало было монет с чемпионатом мира, с чемпионатом Европы по футболу, всего 11 штук попалось в данной копилке. И самое важное, ценное, мне кажется, это гривны 95-го года, которых получилось целых 6 штук. И вот такая вот находка, вот такие вот монеты, действительно, ребят, думаю, стоит, стоит спрашивать, есть ли у кого, кто собирал. И вот вариант с кондукторами, вариант с непосредственно водителями, троллейбусов, трамваев, возможен. И по вот этому вот примеру, то, что я вам показываю, реально попробуйте в своем городе подойти и спросить. Конечно, наверняка кому-то может попасться еще что-то реже, например, 92-й год. Мне кажется, это была вообще просто сказка такое найти. Ну и сейчас данная копилка, это просто огромнейший вот такой вот, я думаю, подарок. Я буду еще спрашивать, у кого встречаю, когда езжу, нет ли у кого случайно еще монет. Тем более, когда человек сам складывал, откладывал ненужные, да, а говорит, что вот такие-такие-такие-такие-то есть. Это гораздо интереснее, чем просто обычные копилки, которые можно купить даже на том же OLX и так далее. А теперь конкурс. Для участия вы должны быть подписчиком моего канала, поставить лайк или дизлайк этому видео, написать любой комментарий. Он не может быть одним словом. Напишите любой вопрос или какую монету вы хотели бы встретить. И как только канал наберет 15 тысяч подписчиков, а это совсем скоро, я разыграю этот альбом и 5 монет и бесплатно отправлю победителю по Украине. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!